Рада приветствовать всех, кто заглянул на мою видеостраничку. Для моих новых зрителей, новых подписчиков. Напомню, что меня зовут Ирина. Я таролог и психолог. И здесь, на канале, я делаю расклады для вас, моих любимых зрителей. И очень надеюсь на то, что мои карты дают информацию, которая хоть как-то вам помогает в разрешении ваших сложных историй. Сегодня для вас новый расклад тайны вашего мужчины. Его чувства к вам, его настрой на вас. Хочет ли человек продолжение отношений и будет ли предпринимать что-либо для этого. В работе колода Кипер и мы начинаем. Небольшая преддиагностика. Посмотрю настрой мужчины на вас. В данный момент времени. Что-то сейчас мужчину отвлекает от мыслей. Ну, смотрите, у него в жизни сейчас относительно все благополучно, неплохо. Но какой манипулятор? Вы только посмотрите, карта мужчины и манипулятор. Вот такой вот он. Как этот сидит в пресле, крутит купюру и так, и так, и так, и так, и так. Любит человек манипулировать людьми, управлять, чтобы они делали так, как хочется ему. Ну, да, чтобы окружение было, ну, в ником подчинение у него. Ну, такой человек, это не значит, что он плохой. Ну, такой человек. О чем он думает? О женщине. О вас. О женщине. Это ваша карта. Вы знаете, что он думает? Он настроен на вас неплохо, но у него есть мысль о том, что вы как-то некрасиво поступили с ним. Он считает, что несправедливо. Вы как-то себя повели. Несправедливо. Он считает, что он не заслужил такого отношения, таких слов. Вот что-то такое. Что-то вы ему сказали, либо сделали. И он обижен. У него есть чувство внутренней обиды. Несмотря на это, он к вам относится достаточно хорошо. Карта надежды. Это может указывать на чувство, на любовь, на перспективу, на желание с вами дальше продолжать отношения. Но обида у него есть на вас. Он обижен. Еще чувство к вам. Был важный человек в его жизни. Он не может без вас. Между вами какие-то неприятности. Какие-то неприятности. Сами по себе отношения сложные могли быть временами между вами. Сложности, которые сейчас между вами связаны с документами. Это бумаги какие-то. Что это за бумаги? Ну, мужчина, судя по всему, в какое-то новое начало идет. Да, и эти бумаги заставляют его закончить отношения с вами. Он должен быть где-то. Да, у него партнерский союз, работа, что-то заключено. Карта бумаги, карта встречи указывает на партнерский союз, на соглашение. Как договорились где-то. Но с вами нужно было закончить. Что сейчас у него в жизни? Работа. Очень много работает человек. Зарабатывает неплохо. Или старается заработать. О чем думает? О чем думает? Ну, он хочет заработать на красивую жизнь. Знаете, он мечтает о красивом доме. Карта подарок – это именно красивый дом, достаток, внутреннее убранство дома красивое. То есть он хочет жить красиво, богато. Что у него в личной жизни сейчас? Потеря женщины, о которой он думает и которую любит. На сердце у него потеря ваша. Несмотря на то, что между вами тоже было все непросто. Тоже, почему я сказала, тоже. Наверное, он сейчас в отношениях? Он может быть в отношениях сейчас. С вами непросто, но к вам чувства у этого мужчины. Может быть так. Человек осознал. Он раньше не осознавал, не понимал, что он вас любит, что к вам есть чувства, что вы та женщина, которая ему нужна. Сейчас, пройдя через какие-то неприятные истории, он понимает, что вы, как-то надежда, вы та, с которой ему было, скажем так, комфортнее всего. С ним рядом женщина, женщина, которая что-то преследует, какую-то цель. Она ему, знаете, как давит на совесть, что ли, вот как-то он от нее старается закрыться, но не может, их что-то связывает, какое-то общее дело. Она на него давит, воздействует, вот нужно, чтобы ты сделал вот так. Что он будет делать? Деньги для него, прежде всего, сейчас заработки, деньги важнее. С ним рядом женщина, может быть, с которой его связывают деньги, могут связывать деньги. Ну, в отношениях, в самих отношениях, если он в отношениях, расклад все-таки общий, в отношениях тупик. Он не хочет быть с этой женщиной, но и уйти от нее не может, потому что могут деньги держать вместе. Там кризис. Кризис, также карта на, карта суд может указывать на развод, который либо уже есть, либо будет. То есть, в любом случае, эти отношения идут к разрушению. Действия по отношению к вам. Разговор, он хочет поговорить. О том, что произошло, о той ситуации безвыходной, в которой он оказался. Здесь мужчина может быть замешан еще. Тоже человек. Кто этот мужчина? Он тоже в некотором плане принес ему неприятности какие-то. Он тоже, отчасти этот мужчина, виновник того, что вы расстались. Кто этот человек? Я не могу сейчас сказать. Ну, здесь все-таки карьера. Какой-то начальник, партнер по бизнесу, кто-то, коллега по работе, я не знаю. Кто-то, может быть, кто обладает какими-то возможностями и преградил путь ему. Почему у него с бумагами там проблемы. И вот он, знаете, как хочет вам сказать, что вот с мужчиной у меня какие-то проблемы, безвыходная ситуация, я должен был поступить вот так, а не эдак. Он хотел бы встретиться с вами и сказать вам об этом. Но вы спросите, ну ты же в других отношениях. Что это было, как это понимать? Он скажет, что это так нужно было. Это так нужно было. Мне нужно было ждать, ждать чего-то. Мне нужно было ждать, находясь рядом с другой женщиной, и ждать решения вопросов, разрешения неприятностей. Да, будет говорить о том, что здесь перемены произошли непредвиденные, какие-то обстоятельства повлияли на его выбор, на то, что он ушел. Будет говорить о том, что он не хочет быть с той женщиной, и что он любит вас и так далее. Здесь мужчина хочет встретиться, поговорить. Он понимает, что разговор будет серьезный. Встреча такая, достаточно сложная. Судя по картам, он все-таки решится вам что-то объяснять. Давайте уточним, на ли норма чувства к вам, этого мужчины. Чувства к вам, мужчины. Есть тайные какие-то у вас завистники. Присмотритесь к своему окружению. Есть люди, которым кажется, что у вас настолько все хорошо, как звезды на небе сверкают. Так у вас все прекрасно. Прям звездные у вас перспективы быть вместе, да. Очень сильно идет зависть от кого-то. Вот, кстати, могли эти люди тоже каким-то образом посодействовать вашему разрыву. Итог для вас. Итог для вас. Есть ли шанс быть с этим мужчиной? Общий дом. Карта гора. Смотрите, вам не уйти от препятствий. Вы хотите быть с этим человеком. Он тоже понял, осознал, кое-что определился, если у него был выбор между женщинами. И так могло быть. Он определился. Он хочет с вами общего дома. Он хочет серьезных стабильных отношений. Но есть проблемы. И они пока еще не разрешатся. В ближайшее время я не вижу карты гора. И карта луна. Это длительный срок. Но потом идет карта лилии. Это победа. Это победа. Это обретение гармонии. Это стабильность. Вместе с картой дерева. И разговор. Проясняющий разговор. Здесь будет разговор. Сложный. Непростой. Но он назревает давно. И здесь должно время прийти. Встреча. Романтическая встреча. Но разговор тем не менее сложный. Открытый путь. Карты хорошие. Он проявится. Он обозначенно проявится. Он будет с вами, скажем так, говорить на животребащущие темы. Он понимает, что вы ждете объяснений. Что вы в неизвестности. Но еще пока нет. То есть еще пройдет время. Пока еще встречи не будет. Чуть-чуть подождите. Не вижу длительного срока. Но тем не менее. Пока человек к этому не готов. Да и вы пока не готовы. Вот такой сегодня расклад. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь информация будет вам полезной. До встречи в новых видео.